Хотите брекеты? Будьте готовы к этому. В общем, вчера была пятница, вчера я не ходила в хэппиэн, потому что все мои друзья в последний момент слились. Сегодня я смогла вытащить Жанну, у неё репетиция, главное, до 11. Я сказала, приезжай ко мне, сходишь в душ у меня, накрасишься у меня, бери что хочешь из моей одежды, обувь ты не поюшишь, потому что у меня 42,5, у тебя 38. Ну, может, попытаться, как бы Ваня мои каблуки надевал, и ничего. На самом деле, даже если Жанна мне вдруг напишет, извини, я устала и поеду домой, я уже не в том состоянии, чтобы делать шаг назад. Я уже потратила больше времени, чем я бы хотела на простый вечер в субботы, и более того, я уже слишком настроена. Эта ракета уже запущена. Окей. Я хотела сегодня с вами собраться, это, наверное, это самое любимое моё видео сейчас, это с вами собираться и отвечать на вопросы. Всё, я расчёсываю. Красота. Это ещё не мой полный наряд, у меня ещё будет розовая шуба, но я её наделаю в конце, когда буду как раз решать, что на мне будут за губы. И у меня с прошлого вопрос-ответ осталась партия вопросов, собственно говоря, на которые я тогда не ответила, поэтому я хотела ответить на них сейчас. Давайте так. Вопрос-продукт. Вопрос-продукт. Нарс праймер для мотирования Smooth and Protect Primer SPF 50. Не знаю, зачем мне ночью в Москве SPF 50. Вообще, ещё до базы я нанесу свою любимую маску. Это Крыгина Косметикс Lip Mask. Всем хейтерам Крыгина Косметикс. Окей. Небольшое количество праймеров. Итак, первый вопрос. Маша, как научиться людям говорить свои чувства? Как не стыдиться их? У меня пошёл заметный прорыв в этом, потому что всегда хочется сказать чувства. Я не люблю, когда замалчивают. Как положительные, так и отрицательные. Для меня это началось постепенно, маленькими шажками с Америки. Америка это супер место, чтобы реально научиться, чтобы раскрепоститься в чувствах, в твоей речи, в твоей речи с незнакомцами. А когда ты себя комфортничаешь, что с незнакомцами, комфортнее, разумеется, и с людьми ближе. Хотя, может, кто-то не согласится, может быть, это сугубо личная вещь. Но мне, как интроверту, разумеется, сложнее всегда было именно с незнакомыми людьми общаться. Это CC-крем от Herborean. High Definition Variance Face Cream Skin Perfector. И начиная с комплиментов. С маленьких комплиментов, типа, ты сегодня хорошо выглядишь, мне нравятся твои туфли, твой наряд, мне нравится твой стиль. В Инстаграме кому-то написать комплимент. Сложнее выражать, конечно, свое несогласие, потому что, когда ты выражаешь свое несогласие, у тебя сразу появляется риск непопулярности. То есть, когда ты говоришь кому-то нет, что ты несогласен, люди могут очень резко отреагировать. И вы понимаете, да, о чем я говорю? Непопулярность. Непопулярность в глазах одного или нескольких людей. Но я бы сказала, что временная непопулярность — это маленькая цена. Возвращаясь к вопросу, опять же. Итак, комплименты. Начинать от маленького и действительно разговаривать с незнакомцами в очереди. Не то, что, знаете, надоедать им. Потому что я лично не люблю, когда мне надоедают разговорами незнакомые люди в очереди, где угодно, когда кто-то хочет со мной поговорить. Я не такой человек, кому комфортно говорить с незнакомыми людьми. Другое дело, просто пару слов перекинуться. Удивительно, но вот даже такой тропинкой я пришла к тому, чтобы и говорить о своих чувствах открыто. То есть, ты строишь вот этот мускул, так скажем. Можно смотреть на это действительно как мускул. Сначала своим отношением к маленьким вещам ты строишь этот мускул и нарабатываешь себе способность свободно выражать свои чувства и к более большим вещам. Поверь, вот скажем, даже еще год назад, веришь или нет, я не могла сказать мужчине, что он мне нравится как, блин, мужчина. Для меня это действительно был прорыв. У меня вообще нет никаких проблем с этим сейчас. Возможно, по канонам всех женских книг они у меня должны быть, и женщина не должна говорить о своих чувствах. Первое. Whatever. Надеюсь, я ответила на твой вопрос. Следующий вопрос. Какая твоя любимая книга? 22. Бой, Марина, Вассад. Будут ли еще совместные поездки с Анатолием? Я забыла, что я вообще-то кражусь. Да, я пригласила Анатолия в Вену. Мне кажется, я последние 7 лет мечтала поехать в Вену. И отчим с мамой очень советуют на как раз предрождество поехать туда на ярмарку. И вот я решила, почему бы не взять в компанию человека, который как минимум ценит искусство. Это Maybelline Brow Precise Fiber Filler. Работаешь ли по специальности, не считаю YouTube? Да, иногда я снимаю для брендов или для журналов, для каких-то проектов видео. Или фото. То есть фото это не считается, это не по моей профессии. Но да, иногда. Но это, знаете, такой фриланс, если я очень люблю какой-то проект. Если это как-то, ну, грубо говоря, по дружбе. Но все равно оплату я беру не как по дружбе. Не планируешь ли снять видео с гинекологом? Ты как-то говорила, что хотела бы. Я его давно сняла. Месяца 4, наверное, назад. Это не просто видео с гинекологом. Это более обширная тема. И мне хочется максимально качество ее отснять. То есть это видео еще в процессе продакшна. Как бороться с настырным вниманием парней, скажем, в клубах или барах? Периодически девушки могут говорить то, что вот, на меня обращают внимание только такие-то парни. Не знаю, только мудаки, только бабники. Послушайте, если вы красивая, симпатичная, привлекательная девушка, то на вас будут обращать внимание все парни. В том числе и настырные, и мудаки, и бабники, и те, которые просто вам не нравятся. Смотрите, от пьяных я держусь подальше просто. То есть лучше даже не соваться, не вступать в контакт, просто максимально отходить. А те, которые настырные, я в основном говорю просто нет, спасибо, мне неинтересно. Но честно, что, кстати, России в большинстве случаев ко мне парни просто боятся подходить. Это факт. В Америке с этим намного проще, в разы проще. А что у меня за странный порядок нанесения продуктов, как пошел? Побби Харлоу или Глория Боргер? Побби Харлоу. Это полетка, кстати, Tom Ford, Soleil Contouring Compact. Я ее как-то показывала в фаворитах. Я ее, по-моему, в этих же фаворитах и уронила, вдруг и получила. Но я не теряю надежду, я до конца ее использую. И когда она закончится или просто сломается, я куплю спирт. Оказывается, в России очень сложно купить просто спирт, который rubbing alcohol. Я не знаю, как это называется по-русски. А матрешку заказывали. Но, да, и просто сюда новые какие-нибудь тени, пудры поставлю. Вопрос, что я посоветую начинающим репетиторам? Я была репетитором английского только. По-моему, я даже одного мальчика русскому еще учила. Я могу ошибаться здесь. Если вы нетерпеливы, если вы не можете сосредоточиться на ребенке, взрослому, на кому угодно. У меня разные были возрасти. Ну, в основном это до 10 класса у меня были дети. Если вы не способны давать 100%, это не ваше. То есть я помню, когда я занималась математикой, преподатель мог отключаться на смс, на ВКонтакте. И меня это бесило. Я ушла из рок-и-рок, потому что тренер все время отключался. Я плачу 3000 за тренировку, а тренер позволяет себе на телефон отключаться. И мои замечания никак не помогают. Я говорю до свидания этому тренеру. И то же самое с репетиторами. Я говорю до свидания репетитору, который не может на мне сфокусировать внимание на тот час, что я плачу из своих денег. Моя любимая часть сегодняшнего вечера начинается со слов «клей для блесток». Мария, что бы ты выбрала? Риск или плыть по течению? Вся моя жизнь это один сплошной риск. Все, что я делаю, все, что начинаю делать, это все один сплошной риск. Как финансовый, так и в каком-то роде социальный. Ну, то есть всякие, знаете, видео про рыбу, видео про «надо бы это видео мне убрать», если честно. Я так подумала, потому что они достаточно... Видео сказала про обе стороны, но сейчас не об этом. Сейчас что-то очень красиво будет. Это мне подписчица подарила блестки. Давайте будем надеяться, что они биоразлагаемые. Я, кстати, сейчас активно ищу, и я нашла бренды с биоразлагаемыми блестками. Сейчас делаю все, что в моих силах, чтобы они попали в новосад бэг. Еще один, кстати, риск, на который я пошла. Тушь это Wild Polym от Stellar. Я поверить не могу, что у кого-то хватило дерзости спросить в комментариях. Ребята, это правда хорошая тушь. Так, все было 6 лет назад. Так, поверьте, все еще больше сейчас, потому что сейчас, даже если говорить финансовая ситуация, лучше, чем было 6 лет назад, принципы не меняются. Мне куда важнее репутация, чем гонорар. И поверьте, в таком изобилии предложений я всегда найду спонсора, который мне близок. И я никогда не буду рекламировать как 6 лет назад, так и сейчас то, что мне не нравится. Just FYI. Я была оскорблена этим вопросом. Следующий вопрос. Было ли у тебя разочарование в блогерстве? Хороший вопрос. Я сегодня... Было. Вот примерно сейчас. Я буквально сегодня пошла писать деле видео на декабрь, а в декабре будет блогмасс. Небольшой вам спойлер. И я увидела, что у меня тема стоит еще двух месячей недавности. Называется «Блогеры, вы серьезно? Часть 2». Если вы не смотрели часть 1... Это слишком хорошо, чтобы этим не поделиться. Пожалуйста, посмотрите. Я надеюсь, что я не забуду здесь поставить. Я точно не забуду поставить ссылку внизу. Если я забуду, то вы мне напомните. Заранее вам спасибо. И я не помню, блин, о чем я хотела говорить. И скорее всего, я хотела говорить об изменении YouTube. Скорее всего. Что я могу сказать, то, что блогинг изменился. Блогинг изменился. Есть канал, я сейчас не помню, как его зовут. Элис. У нее видео есть, называется «Road to Relevancy». Я эту девочку обожаю. Она говорит как раз очень четко про то, как изменился YouTube. Кто, например, смотрел времена Зоэллы, времена Флёр де Форс, Эллу Блэр Фаулер, времена Ингрид Нилсон, когда она была с Силком Коннордом. И они снимали блог. В общем, вот это старый YouTube. Да, он был добрый, он был наивный, но он старый. И те блогеры, которые не желали, как этим пользоваться, господи, упс. И те блогеры, которые не хотели приспосабливаться к новому YouTube, они вот именно теряют свою релевантность. Они не развиваются, они не двигаются вперед. У них может быть несколько миллионов, десяток миллионов подписчиков, но в отличие от, скажем, того же Шейна Досона, который, несмотря на то, что один из самых таких старых ютюберов, он не потерял релевантность, потому что он идет нога в ногу с YouTube, какой он сейчас. Можно биться головой с тем, можно сколько угодно кричать, что YouTube изменился, блогеры изменились. По-другому нельзя. Нужно развиваться вместе с временем, развиваться вместе с технологиями, развиваться вместе с твоим возрастом, в конце концов. Ты не можешь делать сейчас такой же контент, как ты делал 6 лет назад. 4 даже года назад мне было 19 лет. У меня были другие вкусы. Да, я все еще люблю Taylor Swift, я все еще люблю Эда Ширна, Billy Joel Abu. То есть некоторые вкусы не меняются, но у меня были другие мечты, которые я осуществила, и я дальше стала подрастающей, хотела делать больше, лучше. Так должно быть. Нельзя застревать. Но это вот это мое разочарование в блогинге. Даже не то, что разочарование, как бы, ну, кто-то решает вот так сделать. Это скорее просто мое мнение о настоящем блогинге. Спасибо за вопрос, это был очень интересный вопрос. Очень много вопросов про книгу, про то, какие эмоции я испытывала, самая сложная, о чем книга. Я думаю, я лучше все вопросы оставлю, потом вас еще раз спрошу задавать вопросы про книгу, потому что, наверное, имеет смысл снять, когда вы ее уже прочтете. Да, но мне так не терпится. Я писала книгу. Я хочу узнать точное время, потому что есть конкретный день, когда я начала скидывать главу редактору, но это точно полтора года минимум. То есть почти два года я писала книгу. Я точно начала, когда мне был 21, но он уже подходил к окончанию. Ты пойдешь на концерт Эда летом? Это серьезный вопрос. Итак, я надеваю свой финальный штрих в одежде и решу, что мне делать с губами. You're that bitch. Окей. У меня есть два оранжевых, один розовый, такой один коралловый. Я смешаю все. На какой вопрос отвечала? Могу рассказать вам, чем сейчас вообще поглощена моя жизнь, чем я занимаюсь. Помимо канала, что занимает практически все мое время, разумеется. Я из кожи вон лезу, чтобы вернуться на каждый день. И в ноябре, чем дальше приближается конец ноября, тем я буду регулярно выкладывать. И в декабре будет влогмасс. И новосадбэк. Я, несмотря на даже не то, что негативную реакцию, а скорее просто желание, опять же... Вот это, кстати, что я замечаю вот последние шесть лет. У людей всегда есть желание меня поймать на какой-то лжи, на каком-то лицемерии. Я никогда не говорила, что я какой-то zero waste активист, что мой мешок новосадбэк zero waste. Come on. Я даже произнесла вслух, что это невозможно. И, разумеется, все, что вы сейчас услышали, это фокус, это направление, это невозможно объединить даже в одном продукте. В общем, несмотря на то, что топ-комментарий, он максимально негативный, и я считаю его откровенно глупым, потому что он сам себе противоречит. Он, более того, особо не противоречит тому, что я говорила и тому, чем является новосадбэк. Я не стала удалять комментарии никакие, и более того, я не стала закрывать комментарии, потому что это просто не я. Я всегда говорила, что я никогда в жизни не закрою секцию комментариев, потому что это и есть YouTube. YouTube — это комментарии, YouTube — это связь со зрителем. Вот так я в восторге сейчас от своего образа. Супер нелогичный, блестящий оттенок по краям, но кто сказал, что я супер логичная девушка? Я в восторге от себя. Мне никто не нужен. Как я могу еще сомневаться, что мне кто-то нужен, чтобы идти в хэппиэн? Come on. Я желаю вам прекрасного начала дня, завершения дня, начала недели, завершения недели, пятница, суббота, понедельника, что угодно. Если вам что-то хочется сделать, и вы верите в это, даже если другие считают это сумасшествием, если это, конечно, никому не вредит, всегда добавляю этот пункт. Делайте все, что хотите, будьте кем хотите. Главное, чтобы это не вредило здоровью и благосостоянию других людей. Что касается мечт, и что касается ваших, опять же, амбиций и желаний, не бы ваш лимит. Это я вчера была на выступлении для женщин, и это мне очень хотелось донести. Я поняла, что очень часто вот это является проблемой, и раньше это просто было моей большой проблемой. Я думала, что должен быть лимит какой-то. Вот, например, сейчас мне там 20 лет, и у меня должен быть такой лимит моих мечт. Я дальше этого не смогу пойти. У меня благо мои подруги, мои сильные женщины в моей жизни, успешные, красивые, невероятно крутые, отубедили, разубедили и исправили мозги. Когда дело касается ваших мечт, лимита нет. Пока что, если есть лимит, он только в вашей голове.